В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгуль Зыганшина. 1700 домов в общей сложности отремонтируют в Самарской области с начала действия программы капитального ремонта до конца этого года. 700 жилых зданий приведут в порядок в Самаре. Сейчас на всех объектах ведутся работы. Как идет ремонт, проверили представители областного Минэнерго, а также губернские депутаты. Это сейчас в подвале сухо и чисто, рассказывает старшая по дому Людмила Приходько. А в прошлом году здесь стоял неприятный запах, трубы все время рвались. В программе капитального ремонта этот дом один из первых. На общем собрании жители решили в первую очередь заменить старые прогнившие трубы. Ремонт в подвале дома по улице Сорокина начался в январе. Специалисты заменили систему холодного водоснабжения, канализацию и электроснабжение. Сейчас вот вообще, хоть живи в подвале, все хорошо, красиво, запаха вообще нет теперь. То запах канализации был сильный. Сейчас очень хорошо свет заменили, прекрасно провели проводку. На замену труб и капитальный ремонт инженерных систем направили более трех миллионов рублей. Это еще не финал. Скоро рабочий приступит к ремонту системы отопления дома. Отопительный сезон закончен. Мы сейчас провели подготовку по материалам. И планируем со следующей недели приступить уже к замене отопления. Жители оповестили, чтобы присутствие было. Представители комиссии проверили, как прошел ремонт кровли дома по улице Проезд 9 мая. Здесь заменили пароизоляцию и утеплили чердачные перекрытия. Всего в этом году в Самаре в рамках программы капитального ремонта отремонтируют порядка 700 домов. Средства в фонде капитального ремонта на это есть. Когда это было год назад, стартовали, там не превышало и 30% собираемость. На сегодняшний момент мы можем констатировать, что это свыше 60%. Поэтому мы идем среди субъектов в первые пятерки по собираемости. В первую пятерку среди субъектов страны регион входит и по темпам капитального ремонта. Всего за период 2014-2015 годов Самарская область отремонтирует более 1700 домов. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. За тем, чтобы управляющие компании работали на совесть, проследят общественные советы микрорайонов. Они будут контролировать и качество выполнения работы, и достоверность смет. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства стали одной из основных тем обсуждения на встрече проекта на связи с губернатором в микрорайоне Победа промышленного района Самары. И спорт, и игры. По вечерам жизнь во дворе на физкультурной кипит. Взрослые играют в футбол, дети не слезают с качелей. В прошлом году в промышленном районе Самары полностью преобразились 15 дворов. Этим летом список благоустроенных площадок пополнился еще 15 адресами. Этот факт жителей радует, огорчает другой. По ночам на детских площадках появляются незваные гости. Детские площадки мы оборудуем, благоустраиваем. Жители выходят на субботники, чистят их, убирают. Но в ночное время, после 11, приходят туда социальные элементы, которые распивают спиртные напитки. Просьба к властям устроить рейды. Жители микрорайона Победа решили дать пьянству бой. Вопрос подняли на общественных слушаниях. По общественному совету микрорайона решение уже готово. В ближайшее время территорию, в том числе и дворы, начнут постоянно патрулировать сотрудники полиции. На слушание проекта на связи с губернатором пришли самые активные жители микрорайона. Обсуждение получилось жарким. Среди вопросов благоустройства, ремонт тротуаров и контейнерных площадок, спил аварийных деревьев. У нас по проекту Киро-74 деревья почти лежат на крыше. Как вы можете решить вопрос, чтобы спилили эти деревья? Работает деревья сносит. Вы видите, в многих дворах там видно, что сносит. Давайте, посмотрю. Вы оставьте свои координаты, обязательно свяжемся. Каждое предложение горожан услышано. Все адреса общественники взяли на контроль. Но все же главной темой стали не вопросы благоустройства. Больше всего жалоб прозвучало касательно работы управляющих компаний. Здесь и некачественно сделанный ремонт в подъездах, и недобросовестная работа дворников. За дворника мы просили или убрать нам дворника, или наказать их, потому что они не приходят убирать свою территорию. Изменить ситуацию как раз и должен помочь общественный совет микрорайона, который теперь будет вместе с жителями контролировать, как управляющие компании потратили каждый рубль, собранный собственников квартир, и насколько качественно сделали текущий ремонт в домах. Одна из серьезных функций и обязанностей нашего совета – это согласование СМЕД и контроль за деятельностью управляющих компаний. Наиболее острый вопрос, который беспокоит жителей микрорайона. Общественные советы стали связующим звеном между жителями и властью. Предложения по благоустройству микрорайона и наведению порядка в сфере ЖКХ общественники будут принимать постоянно, а также контролировать выполнение поручений горожан. Лариса Шлафаст, Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. Свои идеи по улучшению работы системы местного самоуправления предлагают муниципальные служащие. Конкурс в Самаре проходит четвертый год подряд. На этот раз проекты представили пять человек. Лариса Шлафаст продолжит. Как сделать массовый спорт более популярным? Как наказывать за нерассмотренное вовремя обращение жителей? У участников конкурса «Лучшие муниципальные служащие» много идей. Нателла Лабжанидзе в своей работе предложила внести несколько поправок в закон о контрактной системе в сфере закупок. В конкурсе муниципальных служащих принимает участие впервые. Это положительная практика и считаю, что это только на пользу, большой плюс. Попробовать себя, выступить на публике, принять плюсы и минусы по своей работе и в честь их в дальнейшем. В этом году в профессиональном конкурсе «Лучшие муниципальные служащие» две основные номинации – «Лучший руководитель» и «Лучший специалист». В комиссию поступило пять работ. Чтобы заявить себя на конкурсе, необходимо такую работу написать, которая обязательно применима в органе местного самоправления, которые они непосредственно занимаются своими и улучшают, подходят инновационно, предлагают возможные варианты. «Лучшие муниципальные служащие» будут представлять Самару на областном конкурсе. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. У самарских бизнесменов есть предложение по внедрению инноваций на предприятия города. Свои идеи авторы проектов представили в «Бизнес-инкубаторе». За круглым столом разработчики и потенциальные потребители обсудили востребованность новых технологий. Это не картина маслом и не роспись по батику. Яркое панно, не что иное, как обогреватель, настенный, инфракрасный. Включаешь вилку в розетку, и в доме тепло, и глаз радует. Одна из компаний-разработчиков таких тепловых агрегатов предлагает потребителю не только плоскую красоту, но и объемную. В виде шара или прямоугольника, как лампы, например, как торшер, или в виде детский какой-то обогреватель, в виде какого-то животного. Может быть, или еще что-то. Будет наноситься роспись по стеклу, либо разработанный индивидуальный дизайн. И также, ну это вот для частных лесен, например. Современный обширный рынок требует от предпринимателей все новых подходов к работе и креативного представления своих бизнес-идей. На круглом столе внедрения инновационных технологий на предприятиях «Самары» говорили как раз о том, как совместить выдумки инженеров и дизайнеров с потребностями людей и организаций. Это маленький, так по-простому говоря, самолетик, который может летать где угодно. Осуществляет до 200 километров, да, сейчас до 200 километров за ним оператор сидит, вот, скажем, здесь будет сидеть и осуществляет контроль. Это мониторинг поверхности земли с точки зрения пожаров, прорывов кабелей, нефтепроводов, газопроводов. В «Самаре» созданы все условия, чтобы малый и средний бизнес беспрепятственно развивался. В регионе успешно работает программа государственной поддержки предпринимателей. 33% рабочих мест в «Самаре» как раз обеспечивает средний и малый бизнес. Валерия Макарова, Марианна Мирная, Максим Гусев. События. Полицейские продолжают борьбу с незаконной торговлей алкоголем. Так, совместно с активистами общественного движения «Народный контроль» они проверили два объекта на московском шоссе и улице Солнечной. В одном алкоголь продали несовершеннолетнему, в другом горячительном торговали без соответствующих документов. Виновные привлечены к административной ответственности. Решается вопрос о приостановке деятельности торговых точек. Тем более алкоголь несовместим с жарой, которая установилась в последние дни в столице региона. Все больше людей устремляются на пляжи. Управление гражданской защиты администрации Самары напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдения правил поведения на открытых водоемах. В случае возникновения чрезвычайной ситуации для оказания экстренной помощи необходимо звонить в службу спасения по номеру 112 или оперативному дежурному города по телефону 930-81-12. Ведущие медицинские эксперты страны обсудили меры профилактики против вируса папиллома человека. По словам специалистов, вирус является причиной многих опасных заболеваний, в том числе онкологии. В большинстве случаев им подвержены женщины. Согласно мировой статистике, заражаются вирусом папиллом человек порядка 80% населения, но заболевая только 10%. Главная опасность кроется в особенностях развития вируса в организме. Обычно, когда вирус не играется в клетку, клетка умирает, и это запускает активный иммунный ответ. Этот вирус не запускает такого, потому что клетку не разрушает. Он в этой клетке живет до тех пор, пока она не вырастает до поверхностных слоев. К этому времени клетка сама смущивается, не умирая, и вирус, который там собрался уже, он начинает проникать в соседние клетки. То есть это особенность действия вируса. Кроме того, он подавляет белки, синтез белков внутри клетки, которые обеспечивают противораковую защиту. Главным средством профилактики этого вируса, по словам медиков, является вакцинация. Во многих странах она уже внесена в национальный календарь профилактических прививок. В России такого пока нет. ВПЧ вакцинация производится только в рамках дополнительных региональных программ. Среди лидеров Санкт-Петербург, Московская, Смоленская области, Хантамансийский автономный округ. В Самарской области прививки от вируса папиллома человека только планируют увезти. И к другим темам. В Самаре продолжается череда событий, посвященных победе в Великой Отечественной войне. Год 70-летия победы на заводе имени Тарасова ждали особенно трепетно. 22 июня 1941 года стало для предприятия переломным. Оно перешло на военное положение. Здесь работали для фронта, для победы. В 2000 году в Стеллу перед проходной завода заложили капсулы с посланием молодому поколению 2015 года. И вот настало время вскрыть ее. Это сейчас здесь проходная машина строительного завода имени Тарасова. Памятная Стелла, аллеи. Владимир Николаевич Карташов помнит времена, когда ничего этого не было. Была в пустыне. Ни одного домика, ничего не было. Здесь, на этом вот месте, отец сеял пшеничку, овес. А в 1931 году начались работы. Рытье котлованов стали строить, времянки. Вот здесь мы ребятишки. Нам было все это интересно. Мы приходили сюда, рядышком все-таки. Играли здесь, из кирпичей делали баррикады. Сейчас ему 94, еще мальчишкой он мечтал выучиться и пойти работать на завод. Мечту удалось осуществить только после войны. Ветеран труда Владимир Николаевич отдал заводу 35 лет жизни. Сегодня он почетный гость на торжественном мероприятии завода. 15 лет назад в Стеллу перед проходной завода имени Тарасова заложили капсулу. Настал торжественный день, когда ее вынут, чтобы прочесть послание современному поколению, написанное молодыми специалистами завода. Мы завещаем вам будущее в ваших руках. И его счастье зависит от надежности и крепости ваших молодых рук, благородства ваших сердец, тесной и монолитной испоченности. Традиция существует на предприятии несколько десятков лет. Предыдущие капсулы бережно хранятся в музее боевой славы завода. Место старой капсулы заняла новое с посланием от учеников 154-й школы. Это уникальная возможность прикоснуться к прошлым поколениям, прочувствовать острее величие подвига ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов-тружеников тыла, в том числе завода Тарасова. Послание достанут через 30 лет на столетие Великой Победы. Мариана Мирная, Валерия Макарова, Павел Пресняков. События. О войне не только писали песни и снимали фильмы. Самарские художники написали множество картин, связанных с Великой Отечественной. И послевоенным временем в музее Минеалабина открылась выставка, посвященная 70-летию Победы. Шумел сурово Брянский лес. Огромное полотно самарского художника Евгения Горовых заняло достойное место на выставке, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Идею картины он долго вынашивал. Мощного сюжета изначально не было, признается живописец, помогла песня, которую спел партизанам летчик Анатолий Сафронов. Эту песню знали миллионы людей. Понимаете? Поэтому в тяжелейших условиях, в жуткой оккупации, понимаете, партизаны получили мощное оружие, не стрелковое, а песню. И песня, оказалось, сплотила, подняла дух, колоссальный дух, понимаете, наших людей. Больше ста картин самарских художников в экспозиции музея имени Алабина. Кого-то из них уже нет в живых, кто-то творит по сей день. Все работы объединены войной, но разными ее сторонами. Художника всегда волнуют эти события, особенно связанные с войной. И учитывая эту политическую ситуацию, которая сейчас в мире творится, что фашизм везде процветает, двигается вперед, поглощая умы человеческие. Все это строится на лжи, клевете, обманах, предательствах. И это, в общем, актуально. И художник в своих мыслях передает, старается передать какие-то позитивные эмоции нашей жизни. Традиционные формы и авангард, жестокость войны и радость победы отражены в картинах. Выставка продлится до 22 июня. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. России решили вернуть славу шахматной державе. Речь идет об обучении настольной логической игре в школах и открытии повсеместно шахматных клубов. Такой клуб теперь есть в Самарском детском доме номер один. В Советском Союзе шахматы были популярны не меньше, чем футбол. Каждый мальчишка мечтал о славе Алехина и Ботвинника. Вернуть интерес детей к этому виду спорта решили в Российской Федерации шахмат. В Самаре со следующего учебного года откроется множество шахматных клубов. Одна из задач – развить у детей способность принимать решения. Это то, что в жизни сейчас совсем не хватает. Не только в детских домах, это везде. Дети вырастают на компьютерах, они выиграют во всевозможные игрушки. Они нажимают кнопки, но мозг при этом, у них и рефлекторное все работает. Мозг не работает. Министерство социально-демографической и семейной политики поддержало инициативу Федерации уже открыт шахматный клуб в детском доме «Единство» в Тольятти. Детям подарили не только доски и фигуры, но и обучающую литературу. По мнению специалистов, шахматы помогут в социализации детей, у которых есть способности к сложным игровым формам. Только не хватало, наверное, нам вот именно таких клубов, которые могли бы действовать постоянно, и воспитанников не нужно было бы куда-то водить и прочее. То есть именно непосредственно здесь, в шаговой доступности, когда они могут проявить все свои способности и реализовать свой потенциал, который у них действительно есть. Победил. Один. Большинство воспитанников детского дома не имеют понятия о хитростях шахматных партий. Какие-то знания есть лишь у детей, которые попали в учреждение в подростковом возрасте. Игра с международным мастером принесла много эмоций. Она увлекательная, да, как бы притягивает. А что тебя привлекает в этой игре? Ну, думать можно ногти. А для мозга это что-то дает? Да. Шахматные клубы будут открыты в 20 сиротских учреждениях области. Обучать воспитанников придут тренеры-шахматисты. Планируется создавать сборные для игры на российском уровне. Дело за малым. Сергей Кизоркин, Инесса Панченко, Алексей Золотенков. События. А на Самарской набережной появилась площадка для мини-гольфа. Этот вид спорта пока только завоевывает популярность. Это раньше. Гольф считался спортом для аристократов. Сейчас он доступен всем. Всех желающих взять в руки клюшку ждут на первомайском спуске. Новичков обещают научить основам гольфа за считанные минуты. Правила игры для новичков. Как правильно держать клюшку, сколько надо мячей забить, чтобы стать лучшим. Ну, соответственно, у нас 9 лунок, 9 этапов, так скажем, которые должны, конечно, все по очереди проходить с каждым соперником. 1 июня всех приглашают на спортивный праздник. Гостей ждут уроки игры в гольф, дегустация десертов и отличное настроение. Для детей вход бесплатный. И у меня на этом пока все. Обратите внимание, телеканал Самара Гиз теперь на новой частоте. Настройтесь на 263,25 МГц в кабельной сети Домру ТВ. Смотрите нас онлайн на сайте самара.тв и через специально бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передачи на самарагиз.ру. Следуйте за нами в Твиттер, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Всего доброго и до встречи. Выражено из-за обратного эффекта от санкций. Последний раз месячная дефляция в России была зафиксирована в августе 2011 года, когда цены снизились на 0,2%. В Минфине считают, что инфляция по итогам года может быть порядка 10,5%. Ну, как в той старой песенке. Подождем. Центробанк считает, что инфляция в 4% достижима в среднесрочной перспективе. Ожидается, что этот результат будет достигнут к 2017 году. Между тем, источники в Центробанке заявляют, что регулятор пока не видит оснований менять политику по таргетированию инфляции. По последним данным Росстата, за неделю с 13 по 18 мая индекс потребительских цен составил 0,1%, с начала мая – 0,2%, с начала года – 0,2%. В Крыму подсчитали, что до половины туристов, приезжающих отдыхать на полуостров, отправляются в Ялту. Остальные регионы Крыма страдают от подобной диспропорции. Чтобы переломить ситуацию и сделать города и курорты Крыма узнаваемыми в глазах туристов, необходим комплекс мероприятий. В качестве регуляторной меры могут применяться бесплатные карты для приезжих, которые с 1 июня будут доступны для туристов на заправочных станциях Крыма. Возвращается советская страсть отдыхать в Крыму. А что, Севастополь с удовольствием посетил бы в третий раз. А сегодня это все. Хороших выходных. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Пивной дозор футболистов, крыльев советов, бесплатная йога в самарских парках, тольяттинские кикбоксеры, чемпионы России. Мастер-международник по кикбоксингу Александр Дмитриенко во второй раз завоевал титул чемпиона страны. Среди юниоров впервые золотую медаль примерил Владимир Чабану и стал мастером спорта. Не подвели девушки золото национального первенства у Екатерины Смекалина и серебро выиграла Александра Матвиенцева. Чемпионы-призеры России в награды поедут сражаться за честь страны на испанское первенство Европы и итальянский чемпионат мира. Ежегодный проект «Йога в парках» стартует в Самаре 1 июня. Проводятся занятия еще и на набережной Волги. Прийти могут все, кому не лень. Тренировки по разным направлениям йоги ведут квалифицированные инструкторы. Занятия бесплатные. Будущих йогов ждут в струкачах в парках. Первого космонавта Юрия Гагарина, герой гражданской войны Николая Щерса. В парках Дружба, Молодежный, Загородном, Победы, на Воронежских озерах, около Ладзи и в Южном городе. Предварительной записи не требуется. В Самаре стартовал антиалкогольный проект «Пивной дозор». Это общественный контроль за соблюдением закона, который запрещает продавать пиво молодежи до 18 лет. Первыми дозорными оказались футболисты крыльев советов. Они прошлись по магазинам, провели профилактические беседы с продавцами и напомнили об ответственности за продажу спиртного несовершеннолетним. В России такие рейды проверили более 9000 торговых точек. Треть из них нарушали закон. Хочешь присоединиться к пивному дозору, звони 89277070033. Будь трезвым! Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok